так всем привет сегодня у нас 3 марта осторожно джесси не снеси мне камеру пройди иди сюда сегодня у нас 3 марта уйдите уйдите охрана не дает мне покоя пройди я решил сделать все таки вибросита потому что сейчас идет у меня очень много опарыша скоро будет вот чтобы на продажу на продажу чтобы был чистый опарыш посмотрите вот такой этот это вибростанок это просто это точильный станок вот так он крепится но здесь все перевернуто или вот так он крепится нет он скорее всего здесь перевернута здесь просто набит вместо камней сейчас я вам покажу вместо камней вот такие железяки с двух сторон и за счет этого вот она дешево и сердито чем вибростанок сам настоящий я думаю он стоит наверно не дешево а это вот он обыкновенный точильный станок я не знаю здесь нет никакой никаких мощностей никаких этих никаких данных поэтому я вам наверно может 500 может киловатт может киловатт мощность у него так вот он ящик сейчас здесь кое-что надо мудрить чтобы при 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 прилепить сюда этот станок так вот она это само вот она сита вот сита уже готова это сетка от ведра от мусорного офисного ведра но получилось немного немного криво потому что сама сетка я ее когда вырезала она идет юбкой но сама и чья идеальная ну а здесь здесь такая ставка но это вы все потом увидите это это все увидите я вам обязательно сейчас сегодня сейчас я думаю я доделаю этот вибростанок приехал с работы снежок валит идемте покажу на улице и я думаю до вечера я успею это сделать вот разобрал разобрал сам этот станок этот это станок от формировки шлакоблока ну или арболита я вот хотел с него делать кирпичи но это будет слишком долго поэтому дома построили так тренировка у охраны идет ну то снег то тепло март в сибири это еще зима это еще про ну не холодно сейчас я не скажу чтоб холодно но сегодня прохладно а так в основном в обед все тает снег идет вчера был ветер сильный все равно как ни крути потепление потепление не за горами багира похудела честно она была такая жирная то что джесси ей не дает спокойствие постоянно у них тренировки вообще днем и вечером багира сбросил килограмм 50 сейчас она уже пришла почти форму так что все нормально у нас тренировки продолжаются на охране своей территории они всегда подготовлены ну все ладно пойду я доделывать сито вечерком увидимся уже уже где опарыш и попробуем просеять еще забыл сейчас готовлю под голубятню это вот этот будет стойки голубятни 10 штук стоек я их обработал гидрозолом ну это листвяк брус бруски это листричный на них будет стоять у меня голубятни в полметра высотой все сейчас жду пока не подсохнут но вроде бы они они уже высохли и закончу вот с этим делом ситом начну начать займусь голубятни опять они тут вот от них никуда не скроешься опять они тут плавно все начинаем делать смотрите что опять творится сейчас сижу работаю и как посыпала за камеру сбегу продолжается бесконечная тренировка какой снег какой-то прям ветер но утихать сейчас вообще сильный сильный шел все сито готовы и его можно и вручную просеивать вытаскиваешь и сеешь вручную можно и через вибро станок сейчас покажу быстро мухи вообще практически не осталось все нигде и нет и следствия то она даже такое ждем вылупление в том нижнем ящике у нас опарыш ждем когда он начнет вылетать вот эту муху дохлую муху прекрасный ест едят куры но здесь что у нас здесь у нас происходит вот такой вот такое наследие тему этой мухи это вот этот опарыш тоже будет маточной поголовье вот я здесь даже написал уже то вылетит вот это будет на подходе ну я я посмотрю как это что это происходит в каких сроках я еще этого просто не понял а там уже перерыва не будет вот видите здесь везде все 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 даже вот здесь есть мелкий вот мы сейчас посмотрите как он здесь вылез ему надо сейчас освободим одну тару сейчас вот этих пару тару освободим вот он тоже растет это значит он все съел ну края еще не съеден и сейчас надо перемешать вот здесь все нормально естся даже он ну сыпи вот это голодная так мы все тим давай держи сюда пройди сейчас просеем давайте отсюда пройди посмотрим все испытание испытания на ваших глазах ну аж пар идет ну-ка много не будем давай поехали а много насыпал ну а Да, много слишком сыпанул, конечно, надо было поменьше это все делать, потому что сейчас попробуем маленькую партию, ну, его, сейчас посмотрим, зоугумус какой получается. О, вон, мелкий опарш, видите, проваливается, зараза, вот так, конечно, если вручную, то так просеять можно побыстрее, здесь вот он, вот, абсолютно чистый получился, ну, ладно, вываливаем сюда. Видите, надо все-таки, этот опарш еще мелковат. Вон, смотрите, в сетку некоторые про этот. Ну, вот он, чистый опарш, в принципе, если он еще подрастет немного, это крупный, мелкий ушел туда. Так, ну, давайте весим, посмотрим, сколько уходит. Вот, вот, тара, 2 грамма. Ну-ка, сейчас посмотрим. Килограмм, вот, например, для фасовки нам нужен будет килограмм. Сюда залезет, нет? Четыреста. Короче, вот эта лопатка сто грамм черпает. Ну, да, почти сто грамм. Сюда. Сюда. Смотрите, вот это все, то, что сейчас просели, да, всего лишь килограмм получается. Вот он, килограмм ровно. Полная опарша, ровно килограмм. Вот, ну-ка, подвинься. Вот оно, вот это блюдо. Вот это тара. Ну, это, конечно, надо побольше тару, потому что он себя... Ну-ка, идем к цыплятам. Осторожно. Цыпки ждут. Сейчас мы им дадим чистого опарыша. Сейчас выйти. И вот это всё, мы закупали здесь. Заходи. Ци-па-цы-па-цы-па-цы-па. Ци-па-цы-па-цы-па-цы-па-цы-па. Ци-па-цы-па-цы-па. Ци-па-цы-па-цы-па-цы-па-цы-па. Вот, аккуратней. Идем к перепилам. Перепила тоже это дело любят. Пойк вишлив. цыпки едят с большим удовольствием они уже наелись они раньше за него за него дрались а прям сейчас сейчас уже спокойно идет ну вот так мы идем сюда вот так я и буду просеивать есть потери есть небольшие потери там он он видите застыл все там прохладно вот он все он не шевелится он как этот надо курям себя поставить они все вытащат это сетки застыл вот довольно крупный опарыш вот такой не проваливается вот эта мелочь уходит на дно ну все сейчас курям еще дам осталось сейчас просеивать вот этот ящик досею и вот этого уже чистого парша пойдем дадим курям ну пока выключай вот еще один способ просеять смотрите видите он вообще не шевелится вот просто застыл он я его вытащил на улицу он охладился немного перестал шевелиться и я его спокойненько просеял без единой потери можно так делать ну летом не знаю как это может чуть как-то прохладное место его выставлять будет и вот он который здесь просеян внутри он шевелится так что этот зоо гумас ну я хотел сделать какой-нибудь подон чтоб снимался он ладно потом со временем доработаем мне кажется вручную даже эффективнее просеивать но если много если понемногу кидать стона вибростол не столе тоже очень хорошо он чистится а если ему много закинуть сразу то можно и это вручную его просеять просто вручную неудобно собирать этот куда-то складка так залогу аккуратно собирается если вообще спасать теплое место то он оживет ладно его мы отдадим курям это тоже мы сейчас покормим наших курочек пойдемте смотрите здесь вышло два килограмма 400 грамм это без тары кому нет болентару я не завешивала ну давайте пускал берем вот эти 400 даже навряд ли у грамм 100 пускай весит вот эта тара зависит килограмм из кормили ну пускай будет три килограмма выходит такой двадцатилитровый тары и отсюда конечно вот вот от судатку я не брал я отсюда они кормил курей еще отсюда конечно я думаю но килограмм пять будет выходить с этой тары с одной тары вот чистого Поше этому килограмм пять с одной вот такой будет выходить если вы вот таком количестве будет поэтому пойдемте некоторые жевать некоторые еще еще замерзший сейчас потихоньку отойдет пойдем с курин курям вот эти два килограмма сейчас отдадим так смотрите с каким какой жадности они его поглощают и поцепа-цепа что что у них каша лежит недоеденную недоеденную цепа-цепа-цепа утки его индоутки глушит хорошо соответственно курочки наши когда птица живая она есть червяка когда птица умрет червяк съесть ее природе все взаимосвязано везде есть свой круговорот поэтому птица живая есть птица умерла вы ее выкинете уберете она до летом появится мясная муха и ее опарыш съест эту курицу поэтому все взаимосвязано так что продолжаем разводить сейчас пока у меня видели небольшая остановка яйца я не собираю потому что их нету ну как раз сейчас вот этим пока потихоньку буду кормить дал объявление на продажу по 400 рублей за килограмм посмотрим будут звонить будем продавать там кто-то кто-то оптом может будет забирать но не может а будет забирать и потихоньку так начала начала какого-то дела она всегда неизвестная ну пока вы наработаете клиентов пока у вас это все раскрутится пока вас начнут знать что у вас есть эта продукция пройдет какое-то время прям сразу же сегодня же если вы соберетесь разбогатеть на чем-то вот на на яйцах куриных на опарыш там на перепели ну и навряд ли это получится прям сразу для всего надо время подождать если заниматься этим делом долго и постоянно то результат не задать не заставить себя ждать занимаясь любимым делом деньги придут как следствие поэтому очень не хочешь они придут ну не будет клиентов будем кормить наши курчик несут огромные-огромные яйца и несутся почти сто процентов сейчас я собрал 63 яйца ну там я думаю там еще нанесли наверно пойдемте ради интереса вот смотрите вот есть яичко неплохое яичко такое это злая мадам огромное яйцо так что вы блин больно кусается пропустила весь пир вон там сидит курочку и до утки что-то перестали нестись или они где-то несутся что там вот еще куча яиц яйца так что и несутся от души и едят этот этот опарыш мне обходится ну в копейки сколько сколько я трачу я вот покупал мешок отрубей он до сих пор у меня вот лежит там она дне осталось на нем сколько и вырастила парша ну плюс еще я даю столовую отходы туда добавляю поэтому пища получается калорийный ну большое спасибо за просмотр всем пока скоро увидимся мне тут звонят всем пока